Мне было предложено произнести минут на семь что-то на тему, которая мне представляется наиболее актуальной сегодня. Я волнуюсь, и я не буду пытаться произнести. По памяти я первый раз в студии почитаю вслух. Сегодня утром я был в больнице у Олега Кашина. Ему сделали очередную операцию. Это хирургически восстановили в прямом и переносном смысле этого понятия лицо российской журналистики. Зверское избиение корреспондента газеты «Коммерсант» вызвало гораздо более широкий резонанс в обществе и профессиональной среде, чем все другие покушения на жизнь и здоровье российских журналистов. В реакции федеральных телеканалов, правда, могла подозреваться заданность, ведь и тон немедленного отклика главы государства на случившееся отличался от сказанного первым лицом после убийства Анны Политковской. И еще. До нападения на него Олег Кашин для федерального эфира не существовал и не мог существовать. Он в последнее время писал про радикальную оппозицию, протестные движения и уличных молодежных вожаков, а эти темы и герои немыслимы на ТВ. Маргинальная вроде среда начинает что-то менять в общественной ситуации, формирует новый тренд, но среди тележурналистов у Кашина просто нет коллег. Был один Андрей Лошак, да и тот весь вышел в интернет. После подлинных и мнимых грехов 90-х в 2000-е в два приема, сначала ради искоренения медийных олигархов, а потом ради единства рядов в контртеррористической войне, произошло государствление федеральной телеинформации. Журналистские темы, а с ними вся жизнь, окончательно поделились на проходимое по ТВ и непроходимое по ТВ. За всяким политически значимым эфиром угадываются цели и задачи власти, ее настроения, отношения, ее друзья и недруги. Институционально это и не информация вовсе, а властный пиар или антипиар, чего стоит эфирная артподготовка снятия Лужкова. И, конечно, самый пиар власти. Для корреспондента федерального телеканала высшие должностные лица не ньюсмейкеры, а начальники его начальника. Институционально корреспондент тогда и не журналист вовсе, а чиновник следующей логики служения и подчинения. С начальником начальника невозможно, к примеру, интервью в его подлинном понимании, попытка раскрыть того, кто не хотел бы раскрываться. Разговор Андрея Колесникова с Владимиром Путиным в «Желтой ладе Калини» позволяет почувствовать самоуверенность премьера, его настроение на 2012 год и неосведомленность в неприятных темах. Но представим ли в устах отечественного тележурналиста, а затем в отечественном телеэфире вопрос, заданный Колесниковым Путину, зачем вы загнали в угол Михаила Ходорковского? Это снова пример из «Коммерсанта». Порой возникает впечатление, что ведущая общественно-политическая газета страны, вестник отнюдь не программно-оппозиционный, и федеральные телеканалы рассказывают о разных Россиях. А ведущую деловую газету «Ведомости» спикер Грызлов фактически приравнял к пособникам террористов, в том числе и по своей привычке к контексту российских СМИ, телевидения прежде всего. Рейтинг действующих президента и премьера оценивают примерно в 75%. В федеральном телеэфире о них не слышно критических, скептических или иронических суждений. Замалчивается до четверти спектра общественного мнения. Высшая власть предстает дорогим покойникам, о ней только хорошо или ничего. При том, что у аудитории явно востребованы и другие мнения. Какой фурор вызвало почти единственное исключение? Показ по телевидению диалога Юрия Шевчука с Владимиром Путиным. Вечно зеленые приемы, знакомые каждому, кто застал центральное телевидение СССР. Когда репортажи подменяет протокольная съемка встречи в Кремле, текст содержит интонационную поддержку. Когда существуют каноны показа, первое лицо принимает министра или главу региона, идет в народ, проводит саммит за русбежной коллегой. Это не новости, а старости. Повторение того, как принято в таких случаях вещать. Возможно, показы вовсе без инфоповодов, на прореженной эфирной грядке любой овощ будет выглядеть фигурой, просто в силу регулярного появления на экране. Проработав только в Останкино и для Останкино 24 года, я говорю об этом с горечью. Я не вправе винить никого из коллег, я сам никакой не борец и от других подвигов не жду, но надо хотя бы назвать вещи своими именами. За тележурналистику вдойне обидно при очевидных достижениях масштабных телешоу и отечественной школы сериалов. Наше телевидение все изощреннее будоражит, увлекает, развлекает и смешит, но вряд ли назовешь его гражданским общественно-политическим институтом. Убежден, это одна из главных причин драматичного спада телесмотрения у самой активной части населения, когда люди нашего с вами круга говорят, чего ящик включать, его не для меня делают. Куда страшнее, что большая часть населения уже и не нуждается в журналистике. Когда недоумевают, ну побили, подумаешь, мало ли кого у нас бьют, а чего из-за репортера-то такой сырбор, миллионы людей не понимают, что на профессиональный риск журналист идет ради своей аудитории. Журналиста бьют не за то, что он написал, сказал или снял, а за то, что это прочитали, услышали или увидели. Благодарю вас.